Учителю посвящено много произведений. И современная русская литература не исключение. Выходили даже специальные сборники. В нашей библиотеке есть разные, в том числе, например, вот такие. Это сборник моей университеты, сборник, в который вошли рассказы самых разных писателей, разного опыта, разного уровня дарования. Но все они говорят о главном, в данном случае в этой книге об университетских временах, но и в том числе об учителях, о преподавателях высшей школы. Вот такой сборник «Школьные воспоминания», мой урок литературы, прежде всего об уроках словесности, но это школьные уроки. И в этом сборнике представлены произведения не только писателей, которых мы с вами знаем, но и совершенно незнакомых людей. Это был специально созданный проект, где каждый мог рассказать историю свою школьную. Итак, это непосредственно сборник, посвященный учителям и школе. Но также есть произведения, в которых главный герой или не главный герой в силу своей профессии оказывается учителем. Путь совершенно разный. Он может быть каким-то открытием или неким мотором для открытия, для создания новой картины мира непосредственно автора, повествователя. И одна из таких, пожалуй, самых известных книг, которая вышла в последние годы, это произведение Алексея Иванова «Географ Глобус Пропел». Сама книга была написана в произведении, да, в 95-м году. И она выходила сначала отдельными главами. Эти главы были сплавы непосредственно, да, когда ребята плывут по реке, по часовой. Вот эти главы выходили в журнале «Уральский следопыт». Потом была еще одна попытка издания этой книги в 2001-м. Но автор был не согласен, это была, скажем так, редакторская версия. И авторская версия вышла в 2005-м году, то есть спустя 10 лет после написания. Эта книга не теряет популярности сегодня, несмотря на то, что, да, была написана еще в 90-е. И по большому счету она скорее о времени в том числе и о времени 90-х. И герой главный Виктор Слушкин, который устраивается в школу, учителем географии, он тоже скорее учитель и человек 90-х, поколение, о котором говорят, что оно потерянное. И его тогда вполне объяснимы его поиски, его метания, его сомнения психологические, да, душевные, духовного плана поиска. Особую популярность этой книги задала, да, еще и экранизация. Фильм вышел на экраны в главной роли с одним из популярных актеров Константином Хабенским. И фильм расставил несколько иные акценты и усложнил, наверное, отчасти какие-то сюжетные линии, от каких-то совсем избавился. И здесь сегодня уже, наверное, немножечко странно говорить только о книге, поскольку фильм был достаточно популярным для российского проката. И тот герой, который был создан непосредственно Хабенским, он, наверное, трагичнее, и он более сомневающийся и более изломанный. И нужно сказать, что он старше значительно, чем герой самой книги, чем герой романа. В романе Виктору Слушкину всего 28 лет, и он пытается внедрить свои педагогические представления о образовательном процессе в рамках средней школы. Тогда как Слушкин-Хабенский из фильма, ему уже около 40, это человек, который истомился этой жизнью отчасти. И его уход в алкоголь – это поиски другого мира, поиски честности, поиски правды, поиски искренности, всего того, что он не находит в окружающем. И его приход в школу – это некий такой просто компромисс. И в фильме он не проходит этого испытания школы, наверное, если это можно назвать испытанием. И мы в фильме совсем не видим, как Слушкин повлиял на учеников, и повлиял ли он вообще. Поскольку эта история школьная оказала большее влияние на самого Слушкина, тогда как в романе несколько иначе расставлен акцент. В любом случае, эта книга позволяет нам, как и фильм, посмотреть и сделать какие-то для себя выводы. По крайней мере, сравнить и проанализировать, и согласиться или не согласиться с версией режиссера или писателя. Но учитель, созданный Алексеем Ивановым, в любом случае продолжает традиции русской литературы, идущей от Распутина Чехова, где тоже были представлены свои учителя, свои герои. Если мы вспомним, да, Чеховского, учитель словесности или человека фабриарь. Но отчасти какие-то вот такие метания, наверное, мы встретим с Слушкин. Но не меньше влия... Ну, не меньше, наверное, такие интертекстуальные литературные связи можно провести из зарубежной литературы, поскольку в мировой литературе очень много образов учителей. И с русской классикой тоже. Да, герой нашего времени, который тоже ищет. И так же одиноко, как и с Слушкин в этом мире. Независимо от того, является он учителем или нет. Это такая, пожалуй, черта вообще человека глубокого и думающего, и человека рефлексирующего по поводу всего происходящего, который не может найти какого-то такого места своего в этой жизни. И в силу этого этот герой очень прочно встраивается вот в эту систему персонажей, русской литературы. В руках роман петербургской писательницы Елены Чижовой. Называется он «Крошки царь». Нужно сказать, что у Чижовой вообще, особенно вот ее в ранних романах первых, в «Полкровке», в «Лавре», часто фигурируют персонажи, персонаж-учитель. А эта книга «Крошки царь» посвящена школьным будням. История, рассказанная девочкой о своей учительнице. Учительница английского языка. Учительница, которая, так же, как и наш Слушкин, не встраивалась в систему. Но нужно сказать, что в отличие от Слушкина, у учительницы Ф было очень четкое, очень строгое понимание окружающего. И собственная картина мира. И самое главное – место, свое собственное место в этой картине мира. Но это совсем не значит, что она была менее одинокой, или ее мучения, имитания, и сомнения, и переживания были менее глубокими. Мы не можем так сказать. В силу воспитания… Теперь книгу опусти, а то она лицо чуть закрывает. Вот теперь «в силу воспитания» от этой фразы. Да, вот так можно. В силу своего воспитания и принципов она, конечно, вела себя несколько иначе. Но она поразила воображение и вообще представление школьников о том, каким должен быть учитель. С самого первого своего появления. Она говорила свободно и быстро, нисколько не боясь, что мы не поймем. Как будто знала заранее, что не понять нельзя. Почти не глядя на нас, она рассказывала какую-то свою историю. Время от времени подходила к доске и быстрым белым мелом чертила английское слово. Без перевода. Это слово мы слышали впервые, и она заранее знала об этом. Мы видели, как оно выступает белым из-под ее руки. И этого было достаточно и для нее, и для нас. Словно она доверяла нашим глазам больше, чем нашим ушам. Как будто наши глаза уже встречались прежде с этим словом и узнавали его. Стоило ей написать. Ее английский был легким и веселым. Шутки быстрыми, каблуки тонкими и высокими. И вот эта учительница Ф, вот эта тонкость, она присуща была вообще ее образу. Хрупкость, с одной стороны, хрупкость, тонкость и какая-то изломанность, натянутость в то же время. Часто ее сравнивают повествователь с струной. Струной. И очень часто говорит о длинных пальцах с голубыми прожилками. И преподает она в кабинете, который был с голубыми стенами. Такая голубая комната она называла. Все это такой явный намек на человека голубых кровей. Человека другого мира, другой породы. Но одно из главных качеств, и мы это сразу услышали в первом же столкновении ученицы и учителя, это доверие. Этот учитель доверял с тем маленьким, да, не случайно они крошки, крошки Цафис, этим маленьким детям доверял безграничным, да, в том отношении, что дети больше чувствуют, и они не зашорены, да, системой. Они, на их восприятие не давляет большое количество знаний, пожалуй, не всегда нужных, для того, чтобы понимать и воспринимать этот мир и жить в этом. и в этом отношении, конечно, она их учила. Их учила, прежде всего, прекрасно, потому что именно она создала в школе театр, шекспировский театр. А нужно сказать, что дети – это шестой класс. Она показала шестому классу, открыла шестому классу, шекспиру. Ну, вообще, настоящее, наверное, искусство, глюка, да, музыку, поэзию, литературу, большую. И в этом отношении она и доверяла этим детям, доверяла их восприятию и их пониманию, впитыванию этой большой литературы, ну, искусства, настоящего искусства. Пусть даже они не всегда понимают что-то, да, но эти дети впитывают. Но на самом деле книжка трагическая, потому что история, которая в ней рассказывается, наверное, не самая красивая и не самая порядочная, но она вполне себе традиционная и, наверное, не вызывает какого-то удивления. И, пожалуй, самое страшное для читателя, что она не вызывает удивления. Скорее, этот герой, который попал в эту школу, может вызвать у нас такое недоумение. Еще один учитель в современной русской литературе персонаж романа «Дети мои», выше, что в последние годы, в издательстве Елены Шубиной. Этот учитель, немец, Якоб Бах, живет он в Поволжье, у нас с вами в романе время 1920-30-е годы. Учитель, который преподает литературу, литературу, словесность. Но как учитель, как именно преподаватель, мы открываем, читатель его открывает только когда он сам становится открывателем для своей ученицы. Когда он находит отклик тому, что он говорит, когда он видит, что сказанное им прорастает, и тогда он сам превращается в безгранично талантливого, невероятно харизматичного, очень открытого, искреннего, ну, абсолютного такого сказочника, да, такого открывателя миров, почти создателя, он сам как будто расцветает и раскрывается. И это такая его сторона несколько диссонирует, да, или можем даже сказать, работает на контрасте с тем учителем якобы Бахом, которого мы видим в самом начале. тот учитель, которого мы видим в первых буквально страницах текста, учитель, который не особенно жалует детей и вообще не особенно жалует преподавательскую деятельность, да, это тоже человек, которого не особенно устраивает система и не особенно устраивает толпа детей, которым неинтересно, неинтересен предмет и неинтересен урок. И, наверное, здесь он очень похож на чеховских учителей. Тем интересен Бах создатель, Бах сказочник, Бах творец. И вообще нужно сказать, что учитель ведь тоже человек, который расцветает, который раскрывается только тогда, когда у него появляется интересный собеседник. Или тогда, когда он видит, что почва благодатна. вот эта книга, она менее популярна, чем предыдущие, о которых мы говорили. Это Евгений Гришковец, сборник рассказов, рассказов «Следы на мне». В этой книге есть несколько рассказов, посвященных учителям. И в них как раз разные типы, разные образы учителей. Есть рассказ, который посвящен не школьному учителю, но университетскому преподавателю, музыкан Банков. Это вот такой типичный человек в футляре. Человек, которому, пожалуй, не стоило идти преподавать. Вот, это, наверное, такой больше ученый, каллиграф в какой-то степени, да, этот персонаж, у которого растут ноги еще в классике в русской, Гоголь, тот же самый Достоевский, да, мы помним персонажей, который, Чехов тот же самый, мы помним персонажей, для которых было именно важно, да, красиво писать, был красивый почерк, это было такой особенностью героя. И вот этот герой тоже человек, который работает с буквами, человек, который работает с цифрами, с написанным, но не с живыми людьми. И вот эта вот ключевая, наверное, деталь в образе этого персонажа, ему важна буква, как буква закона, как правило, как нечто внешнее, как некие рамки, а что за границей этого внешнего, что внутри скрывается за вот этим, да, образом, внешним обликом каждого из нас, каждого из учеников, ему не столь важно. И скорее, это даже его, наверное, такая боль маниакальная, поскольку все эти студенты, молодые, вырвавшиеся из школы, да, у них есть свобода, они могут творить и жить так, как им хочется, да, уже нету такой родительской опеки, как это было в школьные годы, они сами вольны, распоряжаться собственной жизнью, и скорее, вот, это на него действует еще с большей болью, и он не может спокойно воспринимать, пожалуй, эту свободу, ту самую свободу, которую он лишен, будучи деканом университета, и он с какой-то особой ненавистью воспринимает этих ребят и требует от них вот следованию, да, распорядкам университета, для него важнее, чтобы они посещали занятия, да, а не чтобы они постигали новые знания. И нужно сказать, что сам декан Банков преподаватель одного из самых сложнейших предметов логического факультета, это древний русский язык, и это действительно предмет, который требует очень больших усилий для его понимания. И тоже это не случайно для этого персонажа, поскольку мы знаем, ну, поскольку мы понимаем, что древний русский язык, это тоже жизнь где-то там, в прошлом, не в настоящем. И, наверное, это тот человек, которому действительно стоило заниматься наукой, но не преподаванием, не непосредственно связи с ребятами. Здесь выбрав какую-то другую стезю, выбрав другой путь, совершив какую-то такую фатальную ошибку. Наверное, в этом кроется трагедия этого персонажа, этого учителя. Самое печальное, что он не смог признать эту ошибку и не смог уйти в науку, а продолжал оставаться деканом, продолжал работать с студентами. хотя нужно отдать должное повествователю, герой вдруг говорит о том, что несмотря на характер поведения этого учителя, он открыл для него нечто новое, и он позволил смотреть на людей с другой точки зрения, вдруг видеть боль этих людей, их несчастье, их трагедию. И в этом отношении, наверное, учитель и декан этот преподал самый главный урок для своих учеников, но в частности для одного, по крайней мере, точного. Но в этой книге есть еще один преподаватель словесности, это преподаватель с тоже яркой фамилией, фамилией Дарвина, это такой харизматичный учитель с кафедры русской литературы, любящий свой предмет и любящий анализировать произведения русской литературы и вообще позволяющий понять, что через анализ художественного произведения мы делаем совершенно другие открытия, не только открытия, касающиеся текстами последствий, но мы делаем открытия иного порядка, то есть мы выходим на метафизический уровень и открываем для себя, что есть добро, что есть зло, что есть смысл жизни вообще, и существует ли он, что есть мы как люди, и что вообще такое человека, что определяет человека, что его отличает от других существ, ну и так далее, то есть такие главные глобальные вопросы бытия. Ну один из главных рассказов этой книги, он называется «Начальник», и персонаж ее учитель, но учитель не школьный, а учитель, который ведет кружок фотографии, студию фотографии, зовут его Владимир Лаврентьевич, и не будучи учителем школьным, тем не менее, это человек, который является учителем в таком самом общем и, пожалуй, на самом высоком его смысле, как проводник, как человек, который учит чему-то, открывает мир, открывает себя в этом мире через фотографию. Он учит ребят смотреть на мир, восхищаться этим миром, искать какие-то детали, замечать эти детали, и при этом он доказывает, что каждый или не каждый из его учеников, фотографов, является создателем этого мира, по крайней мере, создателем фотографий, создателем произведений искусства. Фотография, как новый мир, как нечто ими, самими созданное. Каждый из его учеников это тоже создатель, тоже творец, как Бог создатель этого мира. И через какие-то такие, может быть, не главные вещи, казалось бы, что такое студия фотографий, что такое вообще фотография, щелкнул, и вот оно готово у нас. Тем не менее, фотография является неким путем для осознания главного. Ну и самое главное для детей, особенно, когда мы только вступаем в этот, ну вот, в жизнь, это выстраивание как раз отношений с миром. И вот лучше всего это получается у Дмитрия Лаврентьевича. Через него прошло огромное количество детей, которые стали впоследствии профессионалами, ну, небольшого этого городка. Он, помимо непосредственного обучения фотографии, он еще водил их в киноклуб, где показывал детям, знакомил их с авторским кино, например, да, то есть он пытался расширить кругозор этих ребят. Так же, как учительница Эл, например, в Кошках Царус, пыталась расширить кругозор ребят, открывая шестиклассник, как Шекспира, например. То есть учитель это не просто человек, который учит нас какому-то определенному предмету, каким-то определенным навыкам. нет, учитель это прежде всего тот человек, который открывает нам мир, показывает его многогранность, его богатство и пытается нам показать, ну, по крайней мере, пытается продемонстрировать для нас разные возможности нашего присутствия в этом мире. Да и вообще каждый из нас, наверное, учитель в какой-то мере, потому что все мы с вами родители и все мы с вами учим говорить, учим ходить, учим петь, учим смотреть, учим вместе читать, учим есть. Вот этот навык учения мы этому не учились, но он в каждом из нас присутствует, так как та необходимость, которая дана нам уже с рождения. Мы же понимаем, что это наши с вами дети, и какими они будут, зависит только от нас, от того, как мы их научим ходить и смотреть, как мы их научим читать, как мы им расскажем об этом мире, расскажем ли мы о Шекспире и Леонардо до Винчи, например, или Рембрандте и Рубинсе, или расскажем этим детям о существовании другой живописи, другой литературы, например. Так что я надеюсь, что мы с вами тоже на примере произведений этих и этих учителей учимся быть хорошими учителями для своих детей тоже. учителями учителями и учителями Продолжение следует...